Ну что, всем доброго дня, с вами снова МЗАП Sorento BL, рестайлинг, восьмой год Неважно, даже с восьмого по одиннадцатый она идет уже Тут 2.5 турбодизель Смотрите, сразу туда же включу Hyundai Grand Starks, евро четвертый С 2008 по 2011 год Многие путают там, что у меня вот там двенадцатый, наверное, евро пятый уже Нет, смотрите, давайте, есть просунки топливные Bosch Это все евро четыре У евро пятых уже идет DELFI У евро шестых идет DENSE Так вот, что мы будем здесь делать? Мы здесь меняем вакуумный насос Проблема, как у многих, D4CB на большой скорости Особенно это проявляется в жару Мы жмем на тормоз раз, два, три И педаль становится жесткой Также в салоне сразу на приборочке загорается датчик О том, что вакуума не хватает То есть в вакуумном усилителе у нас есть датчик вот здесь Он не у всех стоит Здесь вот есть отлив На вакуумном усилителе есть отлив Но датчика нет А у многих он стоит Здесь его, допустим, нет Одна из проблем То есть на большой скорости Допустим, мы резко тормаживаемся Где-то какой-то маневр делаем Пытаемся резко ускориться Но она не тянет машина Потом проходит какая-то делается большая пауза Выкидывает клубок черной сажи И едет машина Смотрите, тут причина Основная это вакуумный насос Сам вот такой он у нас насос вакуумный Это Евро-4 Допустим, если сейчас сменить вакуумный насос То проблема уйдет Но опять же, уйдет, если те, кто ездит обычно спокойненько То проблема уйдет Точно такой же вакуумный насос стоит Вот здесь, как в Соренто Так и в Гранд Страхсе Евро-4 Напомню, с 2008 по 2011 год Так Смотрите, что мы будем делать Здесь уже давно это было У нас есть это в практике Мы делаем тем, кто хочет Но видео сняли Ну, как бы снимаем сейчас только У нас есть Hyundai Grand Star X Евро-5 С 2012 по 2016 год У него стоит вакуумный насос Семисотый Смотрите Отличие То есть Объем Разверни вот так Объем Рабочими частями Нет, в обратную сторону Чашка Вот так вот Смотрите То есть лопатка Лопатка Так Которая Создает Процентов больше Создает вакуум Ну, не 50 Может быть, процентов на 30-35 Вот этот вакуумный насос Hyundai Grand Star X Он один в один Только по объему Он больше Какие плюсы? Во-первых Он практически никогда не ломается Это вот Hyundai Porter У нас даже А100 Евро-5 Киа Бонго Они у них стоят там Просто вечно Их никто не меняет То есть По качеству он гораздо лучше Это первое Второе Педаль тормоза И вообще Вся работа в целом Машины Все, что касается вакуума Станет гораздо лучше Номерочек Сразу смотрим Насосы Цена их одна и та же Ну У нас, к примеру Если у нас Я брал на складе Цена 11600 Что-то такое То есть Что тот, что этот Новый оригинальный насос Да Новый оригинальный насос У нас вот коробочка Если у кого-то В Grand Star X Или в Sorento Есть проблема С педалью тормоза То есть Становится жесткая Вам так и так Вакуумный насос Придется менять Но советую поставить Именно С 700 Он надежнее Лучше И Все в целом Станет лучше Неоднократно Я слышал Что на Sorento BL Ставят Дополнительные Электрические С Volkswagen Audi От Volvo Ставят еще Электрические Вакуумные Насосы И Якобы Все проблемы Уходят Вот Но в нашем Случае Чтобы Оставаться в стоке Вот Насос Просто поставили И все ваши Проблемы уйдут У меня На Sorento BL Такой же год Такой же объем Я поставил Сам лично Себе такой насос Вообще Просто шикарно Все Просто Прекрасно Так Смотрите Моменты Видео по Замене вакуумного Насоса на Hyundai Grand Starks У нас было У нас было Видео уже Как он Меняется Здесь Меняется он Точно так же Первое То есть Здесь вот мы Жабо Разбираем Это Не ленитесь Проводка Здесь смотрите Без короба Здесь должен идти Пластиковый короб Но он сломанный Не знаю где он Кто его сломал Вот Тут пластиковый короб Он убирается И насос вакуумный Вылазит Насос вакуумный Если в Соренто То мы заводим его Вот отсюда То есть вот он Заводим мы его А если это Hyundai Grand Starks То он заводится Оттуда снизу Со стороны рампы Да Уже здесь Вот здесь Мы в БЛ Заводим С выпускного Коллектора То в Grand Starks Наоборот На выпуск Моменты Нюансы Вакуумный насос Он шире В Киа Соренто БЛ Между Кузовом Двигателя И мотором Место больше То есть Семисотый Больше По ширине Заходит Вообще Без проблем Каких-либо То есть На Hyundai Grand Starks Евро четвертый Он заходит Прямо Притык То есть Там уже Небольшой Зазор Остается И для того Чтобы его туда Просунуть И вставить Необходимо Кому-то взять Монтировочку Упереться И в этот Опору И вот так Прямо Один оттягивает Второй Составляет Так И Да Grand Starks Если четвертый То там Надо будет Уже вдвоем Соренто Спокойно Он заходит Без всяких проблем Смотрите Что он нам В основном Дает Реакция Реакция То есть Когда мы Жмем на тормоз Раз, два, три Вакуумный насос Не докачивает В вакуумном Насосе Усилители То есть Есть запас Вакуума И когда он Расходуется Этот вакуумный Насос Восполняет Его Гораздо Быстрее Все это происходит Все реакции И То есть Проблемы С педалью тормоза Жесткой То есть С плохим Торможением И с реакцией На педаль Газа После какого-то Маневра Проблема тоже уйдет И последний момент Смотрите Еще Не нужно сразу Бежать И Допустим Менять Насос Причин Может быть много То есть Если у вас Стало жестко Это утечка вакуума Утечка вакуума У нас есть Смотрите Есть вакуумный клапан То есть Где-то трубочка Здесь Соскочила Вот так Где-то лопнул Шланчик Даже вот этот Шланг На Kia Sorento BL От трубки До вакуумного Усилителя Лопается Очень часто Вот здесь Вот в этом месте То есть Сперва Нужно Проверить утечку Как делаю это я У меня есть Манометр Вакуумный То есть Он у нас Что Заводим машину Заводим машину Вакуумный Ждем там Буквально Минуту Насос Накачивает Мы вставляем его В трубочку Допустим Неважно Вот можем здесь Допустим Вставить Да Или оттуда К турбине Вставляем Глушим машину И стрелка Должна быть у нас Вот здесь Вот так Не уходить То есть Если стрелка У вас медленно Начинает падать И опускаться Это говорит Что в системе Где-то есть Утечка И начать Нужно Нужно С нее Вовнутрь У вас С пламя С пламя-госящими Шайбами И конечно же С давлением масла Он опять же Работает Работает у нас За счет Давления масла То есть у нас Здесь вот Канальчик внизу Есть Также очень часто Бывают Знаете Берут Намазывают Герметиком Объемно Вокруг Намазывают И вот он Канал Маленький Маленький Канал Вот Вот в этот канал Попадает мусор Или попадает Допустим Герметик И масло Не подается В целом То есть По Бель Авто у нас Очень хорошее Надежное Но Есть много Моментов Надо За ней следить Ухаживать То есть Если не знаете Сами То Наблюдаться Уже У мастера Опять же Своевременно Все обслуживать Менять Качественные Запчасти Вот Тогда она Будет вас Радовать Ну все Всем пока До новых встреч С вами был ОМЗАП Так Сейчас Вот Снимаем Переведаем Заводим Заводим Женщура И Снимай